Конференция не поздная. И вот только что вы послушали замечательный доклад Анастасии Кравченко. Она у нас в прямом эфире. Приветствую. Да, отлично. Связь установлена. Рады слышать. Есть вопросы уже в чате. Мне понравился очень доклад. Вызвал большой интерес. Я думаю, надо продолжать эту тему. Мы уже немножко поговорили, что хорошо бы ее детально осветить. Тем более, есть о чем поговорить. И если вот далеко не уйти от этой темы, вопрос звучал так. А как же все-таки узнать цвет своей ауры? Ну, смотрите. Можете прийти на диагностику ауры. Можете сходить на адаптометрию. Можете помедитировать хорошенько, но для этого почиститься надо. Способов узнать с ауру много. Выбирайте свой, который вам подходит. Но на самом деле предназначение – это не только про ауру. Я же не просто так такой доклад вам сегодня показала, рассказала. Переслушайте, наверное, его еще разочек. Разложите все по полочкам. И если вы просто проанализируете, почувствуете себя, вы найдете предназначение и без ауры. Звучит логично. Тем не менее, вот эта тема, она продолжится у тебя в мастер-классе, который стартует буквально в 16 часов. Для тех, кто еще в танке, сообщаю. Ну, на самом деле, те, кто оказался вовлечен в эту тему, тем более я вижу положительные отзывы, как это резонируется на тех людях, которые отгрыжают, конечно, хорошо бы с ними проработать и с собой проработать. И твой мастер-класс называется «Что важно для развития сверхспособностей? Зачем? Кому их стоит развивать? И с чего начинать?» Что те зрители, те слушатели, которые придут на мастер-класс, могут для себя, соответственно, подчеркнуть из него полезного? Смотрите, да, он подходит всем, кто интересуется этой темой, кто замечал уже за собой какие-то интуитивные способности. Осознанные сны, целительство, эмпатию. А может быть, вы видите какие-то энергии, может быть, вы выходите в астрал. Ну, короче, если вы хотите развивать свои интуитивные способности и не знаете, с чего начать, знаете, тут есть несколько ошибок, которые делают новички, которые я сама когда-то делала. Я буду подсказывать вам, какие ошибки бывают, как можно их избежать. Также мы будем работать со страхами, которые возникают у людей на этом пути. Я расскажу, как вы самостоятельно можете с ними работать. Мы поговорим про виды сверхспособности, какие-нибудь 18 видов вообще-то. И то, мне кажется, это не все, но мы затронем основные. Также мы поговорим про типы чувствительности, восприятие информации. Будет тест. Вы сможете потестировать себя, понять, какой у вас тип восприятия информации и, соответственно, какие способности развивать легче именно вам. И потом мы поговорим в конце про практические инструменты, которые вы можете использовать сейчас, чтобы уже начать развивать свои сверхспособности или интуитивные способности. И кроме того, я подготовила для вас бонус. По каждой способности, по каждому виду я составила список фильмов, список книг, учителей, с помощью которых вы можете эти способности развивать. Так что приходите, это будет очень волшебно и очень интересно. Самое главное – практично. Ну вот, ты знаешь, тот фильм, который с твоей помощью появился на русском языке, «Свидетель другого мира», он уже произвел интерес и на регрессологов, и на тех людей, которые интересуются темой непознанного, аномального. Я считаю, что это тоже вклад, твой персональный вклад, как и те, кто работал. Это Олег, который озвучивал фильм. Ты, как переводчик-инициатор этого, ну, Твэкстер, как консолидирующий момент, когда вот мы добавили озвучку, как минимум, и предложили для конференции. Как ты считаешь, этот фильм может иметь продолжение в каких-то твоих исследованиях, либо, опять же, работах других регрессологов? Вот насколько он может повлиять на наше с вами мировоззрение? Ну, что вы имеете в виду? Насколько этот фильм может повлиять на наше мировоззрение, чтобы люди продолжали такие исследования и замечали такие моменты, которые происходят необычные в нашей жизни? Да, но я думаю, что регрессологам тоже, знаете, иногда приходится сталкиваться с людьми, которые пережили какие-то контакты или какой-то сверхъестественный опыт. И если у человека есть травма на этом основании, то почему бы это не подлечить? Или, например, если у человека просто есть подозрение, что он такое пережил, то, конечно же, это интересно исследовать, в первую очередь, самому человеку, ну и, конечно же, регрессологу. Поэтому исследования продолжаются. Отлично. Анастасия, буквально минуту, что ты хочешь пожелать тем участникам конференции? И, в общем-то, ты сегодня открывающая конференцию, первый твой заклад был. Отлично. С таким началом, вот на эти три дня, какой заряд, может быть, какое-то другое пожелание? Прошу тебе слово. Ну, я желаю вам, дорогие люди, получить максимум пользы, максимум интереса от этой конференции, потому что тут собрались уникальные спикеры. Я знаю, что каждый из них очень сильно постарался подготовить что-то интересненькое для вас, что-то новое, какие-то свои исследования. Поэтому с огромным уважением отношусь ко всем спикерам, с благодарностью к организаторам, там столько людей за кадром трудится, чтобы все мы смотрели эту конференцию. Вот. И желаю вам просто кайфануть, просто кайфануть. Ну, я хотел еще сообщить для тех участников конференции, которые смотрят в прямом эфире или в записи, что Анастасия также присутствует в чате. Если есть какие-то вопросы, она может также с вами подискутировать. В чате ТВ Экстра у нас есть вот такой замечательный QR-код, поэтому заходите, общайтесь. Ну и переходите на мастер-класс, который будет вот уже скоро, в 16 часов по московскому времени, стартует сегодня. Он, кстати, будет доступен в записи, если кому интересно углубиться в эту тему. Пожалуйста. Анастасия, благодарю тебя за участие в сегодняшнем первом выступлении, в первом эфире нашем. На связи. Будем продолжать познавать Непознанное. Всего доброго. Мы продолжаем конференцию Непознанное. Вот смотрите, какое видео только что пришло. Вот так выглядит измайловский, хотел сказать, дворец, соответственно, Измайлова. Откуда мы вещаем? Добро пожаловать в Кремль Измайлова.